Здравствуйте, друзья! Как и обычно, по пятницам с нами вдоль оказываются удивительные женщины, которые меняют мир к лучшему, потому что делают своё дело. И сегодня у нас в гостях такая женщина, психолог-основатель, руководитель проекта ТОК-Клаб Кристина Белович. Здравствуйте, Кристина! Здравствуйте, Тата! Сразу напомню, 65 10 99 6, наш московский телефон, у нас есть страничка программы вдоль на сайте Финам.ФМ. Заходите, делитесь впечатлениями, задавайте вопросы, тем более, что, мне кажется, как раз то, что вы делаете, Кристина, это что-то такое из области... Это то, что всем нужно, что всех может касаться, как медицина или кулинария, или, я не знаю, там, семейные отношения, или вопрос о воспитании детей, или, может быть, я ошибаюсь. То ТОК-Клуб — это такая профессиональная поддержка в реализации и в открытии каких-то своих уникальных способностей и ресурсов, или нет? Поддержка, безусловно, нужна нам всем совершенно. Вот мы настолько зациклились все сами на себе, на своих личных планах, карьерах, что не видим окружающих, да, и действительно мы перестали друг друга поддерживать, обмениваться, поэтому чувствуем себя уставшими, да, одинокими, потерянными. Ну, я бы сказала, что ключевая вещь — это смысл, да, мы потеряли смыслы. И, с одной стороны, там, в советское время эти смыслы нам были дадены извне, и было достаточно просто. Мы четко понимали, что такое хорошо, что такое плохо, и, ну, в общем и целом... За что посадят. За что посадят, за что бороться. И, в принципе, светлый идеал Родины, благополучия Родины, гордость за Родину, да, это все в нашем поколении было сформировано. На сегодняшний момент, когда, вот такой период, да, 20 лет, когда мы живем в режиме, там, бог — это деньги, ну, то есть, как бы это тот приоритет, мы очень увлекли всякими количественными показателями, а как только количество начинает превалировать, то, соответственно, качество, ну, тут как бы вот сама это обе стороны, оно уходит. А качество — это именно смысл, это смысл, это содержание, и когда кто-то говорит, вот, там, как, как жить, я говорю, какая разница, я говорю, зачем? Вот когда ты понимаешь, зачем, в чем смысл, да, то, что тебя побуждает вставать каждое утро, что дает тебе драйв. Вот, и поиск этих, даже не то, что, как бы переупаковка этих смыслов, то есть, нужно… Ребрендинг. Ребрендинг, редизайн, мы так по-разному это называем. То есть, все сейчас нуждается в редизайне, в пространстве, коммуникации, смыслов, то есть, все, как бы, нуждается в содержании, да, если совсем просто сказать, и в осознании этого содержания. Ну, это очень актуальная тема, потому что, вот, бог — это деньги, но мне кажется, что в последние годы у нас появился еще один бог, это, даже не знаю, как это сказать, дилетантизм, непрофессионализм, отсутствие мастерства, как хотите это назовите, но действительно во всех областях работают люди, ну, там, в очень большом проценте, да, которые не являются профессионалами и мастерами своего дела. Безусловно, профессионалы и мастера остались, но их все меньше, и более того, их частенько выдавливают пришедшие на их место люди с какими-то другими ценностями и другими качествами, которые позволяют им задержаться, да, но не позволяют им делать хорошо то дело, которое они должны делать. Вот в этом контексте все равно мы ищем смысл. Так это же об этом, да, почему ушло качество профессионализма, потому что профессионализм — это долго, спокойно, размеренно, с большим упором на развитие себя, а это время, да, опять же, время, деньги, да, мы должны быстрее, и мы должны быстрее взять. Если я понимаю, что мне для качественного роста нужно, например, вложить в свое образование, вложиться в себя, вложить в какие-то эксперименты научные, мы же вообще перестали вкладываться в эксперименты. То есть, когда мы говорим там бизнес-бизнес, мы говорим, слушай, деньги где, монетизация где, мы говорим, слушай, ну подождите, ну чтобы создать содержание, чтобы в него инвестироваться, ну почему там сейчас много стартапов, они разваливаются совершенно там 95% смертности, ну даже в медицине нет такой статистики, а именно потому что люди не готовы в долгую вкладываться, они хотят очень быстро, там, приложив максимум усилий, получить эту монетизацию. Все хотят стать Цукербергами, ни больше, ни меньше. Ну вот, как это ни печально, да, опять же, зачем, вот зачем и что там, какое содержание, мне кажется, что, ну у него такая разная очень жизнь, и когда мы, это, кстати, тоже интересная история наша, смысловая, да, когда все время транслируется история успеха, когда нужно посмотреть на кого-то, ну так, причем, история больше финансового плана, да, когда вот кто-то очень благополучный, создал себе красивый, вот эту зону комфорта, его многие люди знают, и, если совсем коротко, это и есть понятие социального успеха в нашем плане. Никто не говорит, что если ты классный географ, да, и какие-нибудь... Или многодетная мать. Или многодетная мать, абсолютно. То есть есть какой-то благополучный сценарий, он очень понятный, и большинство людей стали стремиться к этим благополучным сценариям, не понимая вообще, зачем они, кто они. А кто создает эти сценарии? Почему мы стали, ну, жертвами именно такого сценария? Общество потребления для того, чтобы... Вот маркетологи. Это я шучу, а то маркетологи обидятся, наверное, о наибольшее зло, да, это маркетологи, люди, которые должны таким образом спланировать свою деятельность, чтобы мы хотели с вами все больше и больше покупать, все время были недовольны, все время были в недостатке чего-то. И с нашими покупками, грубо говоря, и наш статус, да, как бы создается. То есть мы не смотрим в качество, мы не смотрим, кто этот человек. То есть если... Мы смотрим в какого-нибудь слуха. Если он, да, он не обладает какими-то серьезными количественными показателями, то есть вот его территория, да, не насыщена чем-то, мы не будем считать его успешным. Причем часто это автоматически происходит, и самое печальное, что детям эта история транслируется сейчас очень активно, они ее очень воспринимают. То есть не просто так, на факультетах. А если у тебя нет айфона, то ты лох. Ну во многом, да, много чего есть, там в разных социальных группах, там вот эти разные хотелки, но в основном это все через обладание предметами. То есть не через творчество, не через любовь, не через интерес, не через созидание, а чем ты обладаешь на самом деле именно в материальном плане. Причем в случае с детьми это предметы даже не заработанные там своим собственным трудом, не купленные за свои собственные деньги, но тупо доставшиеся. Ну это тоже такой момент, потому что мы-то вот из 90-х, да, и мы как вот... И у нас, может быть, и нужно было поднять вот этот уровень, потому что без процветания, без нормальной ресурсной базы тоже ничего не родится. Потому что нищий художник — это другая сторона, это обратная сторона медали. То есть вот эта интеграция качественного и количественного понимания процветания, оно очень важно. И может быть, цель нашего поколения была создать понимание, что такое качество, потому что нищенская психология, она ничего не созидаёт. То есть завалить количеством, чтобы потом начать понимать, что это... Вот кажется, что сейчас как раз вот эта точка перехода, да, сознание, когда, ну вот, действительно кризис смысла случился практически у всех. Но вы говорите все-таки о России или это мировая тенденция? Да нет, это мировая тенденция, пожалуй. Потому что мне кажется, что все-таки такого потребительского бума, как у нас, на всех уровнях, там не наблюдается. Хотя там, конечно, есть какие-то «Черные пятницы» и прочее, прочее. И в Лондоне, когда были погромы, там люди готовы были удавиться за пару кроссовок и перли ее из магазина. Но все-таки мне кажется, что там люди как раз воистину богатые, там, с образованием и прочее, прочее, они как раз ведут достаточно такое, ну, простое выражение. Ну, хотя бы внешне, с точки зрения внешних атрибутов, там, сумок, туфель, золото и прочее. Ну, вот апофеоз, да, всего этого, конечно, прошел, да, я помню вот эти там вторые, третьи, четвертые, пятые, да, это, конечно, это был просто прямо апофеоз всего этого. Мы отстаем от них, конечно, и я бы не... Вот все-таки Европа — это Европа, да, Америка, Америка, то есть вот мы в таких совершенно разных циклах развития. Поэтому, когда мы пытаемся там примерять модели западные на себя, нам это не подходит. Русские люди — это исконно русские люди, да, у них у нас своя история, своя специфика, и поэтому вот это нам американское, да, мы вот это вот схватили, вот это, ну, скажем так, в городах, в больших городах, а мы сейчас тоже можем говорить про Москву, да, или говорить про Питер, это будут какие-то совсем другие истории. Но вот это все равно американская модель поведения, хотелок, желания, карьер, мы сейчас... Американской мечты, да. Мечты, да. То есть вот американская мечта, мы ее, конечно, купили, это факт. Ну, и вот здесь как раз вопрос женского рода, что такие женщины в бизнесе. Да, а можно вообще эту мечту перенести вот на нашу российскую почву? Работает ли американская мечта в наших реалиях? Ну, в каком-то смысле она сработала, да, если взять корпоративный мир. Люди простроились достаточно конкретно, вот если брать какие-то компании, и они мыслят этими категориями. Их, ну, опять же, не критическая масса, но все равно она наслаждается. И все равно, мне кажется, с точки зрения именно развития личности, есть очень много вопросов к этой системе. У нас в гостях Кристина Белович, токмастер, поговорим после новостей. У нас в гостях психолог, основатель и руководитель проекта Токклаб, токмастер Кристина Белович. Давайте все-таки, прежде чем мы вернемся к невероятно интересному разговору о смысле и вообще о самореализации, все-таки расскажем нашим слушателям, что такое Токклаб, чем вы там занимаетесь, и каким образом это все-таки монетизируется, как бизнес, как это выглядит, как бизнес-модель. Ну, сам Токклаб, который родился, родился на Даниловской мануфактуре в виде очень интересной площадки как таковой. Это был мой эксперимент-прототип, потому что то, как я видела, моя миссия создавать вдохновляющее пространство, где человек интуитивно, без прошивки мозгов, то есть я не верю в эффективность тренингов, и, честно говоря, не верю в эффективность психологических консультаций. Только найдя, интуитивно поймав то, что нужно именно тебе, человек может начать развиваться в созидательную для себя, для себя лично, в созидательную сторону. И когда я в 2006-2007 году сказала, что мы должны будем перестроить все, наши жилые пространства, наши квартиры, наши офисы, они должны будут быть живые, вдохновляющие, чутко относящиеся к нашим потребностям. Это будет тренд в ту сторону, что мы на коротком промежутке выдохлись, мы не сможем больше. Мы или умрем, или инстинкт самосохранения начнет нас подталкивать к другим действиям, к другим решениям. И три года, то, что мы говорили, это был чистый эксперимент, потому что аналогов такого бизнеса не было. А если нет аналогов, то привлечь инвестиции практически невозможно. И я решила, что я буду, ну, это для меня, это мой эксперимент, он важен лично для меня, посмотреть, насколько вообще эта гипотеза, да, которую я высказала, окажется жизнеспособна и востребована. И три года мы очень, очень интересно. То есть это такие фантастические три года с точки зрения открытий людей, понимания мира. Когда ты не знаешь, что будет происходить в течение дня, то есть каждый день новый, другой, это люди, то есть количество открытий, которые я совершила за эти три года по отношению ко всей моей жизни, ну, наверное, там 80%, если вот в каком-то весе. И дальше, если когда мы открывались, об этом никто не слышал, то дальше тренд в атмосферные пространства, в каворкинге, в площадке, горизонтальные партнерства, вот сейчас он очень выраженный. То есть люди так или иначе ищут себя, ищут смысл, то есть количество денег уже привлекает все меньших и меньших людей. Люди готовы отказываться от каких-то там сверхприбыли и еще что-то за то, чтобы быть довольными собой. Спасибо. И в этот момент на меня вышла библиотека имени Ушинского, и сейчас, наверное, года два, да, большие проекты связаны с библиотеками. На мой взгляд, это уникальные площадки, фундаментальные, культурно-образовательные, которые могут стать вот этими центрами, да, возрождения культуры, поиска смысла, вот тех обратных навыков, да, общения с книгами, с мыслью, с людьми. И это такие очень важные проекты, которые могут радикально поменять наше отношение к себе, к образованию, к культуре, вообще к окружающему пространству, в котором мы находимся. И мы уехали с мануфактуры и сидим сейчас там и разрабатываем уже проекты таких пространств для офисов, для компаний, для городских пространств. И еще у нас есть направление, это, она так называет, лаборатория упаковки смыслов. То есть мы переупаковываем смыслы. Один из партнеров, наверное, года два разработал программу, которая позволяет создавать объясняющие видеоролики, когда можно четко, быстро и интересно объяснить разные сложные смыслы. Например, зачем мне ходить на работу, например, или что такое корпоративное управление, или что такое… То есть есть какие-то вопросы, вот я бизнес-консультант, скажи, пожалуйста, на бытовых примерах, что ты делаешь? И когда мы начинаем спрашивать людей, действительно сейчас обращение к этому очень высокое, но когда спрашиваешь человека, а в чем смысл, что ты делаешь, люди не могут ответить. То есть они не понимают именно, вот, это то, что мы начали говорить, да, вот этого качества, вот этой содержательной части. В чем ты мастер. В чем ты мастер. И вот здесь мы помогаем им, компаниям, людям, мы работаем с фондами, потому что они очень заинтересованы в продвижении сознания вообще, социального сознания. Социальная ответственность. Социальная ответственность, без альтруизма и энтузиазма ничего не изменится. Апеллировать государству, на самом деле требовать от государства улучшения качества собственной жизни, ну, это такая утопия, на мой взгляд. То есть если мы не соберемся, не поймем, что мы хотим, да, ну вот, ничего не будет. Правильно, то есть это что-то сродни, тем не менее, опять же, сейчас я пытаюсь, да, смысл передать, передать, сродни все-таки каким-то корпоративным тренингам или это личные тренинги? Есть две области таких сильно нуждающихся, да, в расческе. Это образовательное, то есть вот с образованием там полный трэш, да. Как учить, чему учить, как доносить информацию. И даже говорят, вот он усвоил информацию, ну, усвоил-то он усвоил, а какие у него основания для изменения своих действий? Нам зачем нужна информация, да, чтобы поменять потом способ своих действий. Меняя способ действий, мы меняем мир вокруг нас. Все. Вообще нет понимания, чему учить, зачем, какие знания, как они применяются, как они вообще воспринимаются и применяются, да, на практике. Это очень большой проект, вот почему это библиотека имени Ушинского. Ну, я сейчас не буду рассказывать, потому что это такая очень сложная, длинная, скорее всего, история, которая вот только-только зарождается. Это и с образовательными структурами, и с Московским государственным педагическим институтом, ну, то есть вот тут очень много мы разрабатываем программы для учителей, как они могут упаковывать смыслы там для себя и для своих учеников. И, конечно, бизнес, там прям голод, потому что запутались. Нет горизонта планирования длинного, в длинную никто не смотрит, поэтому смысла не возникает. Мотивировать людей, вкалывать уже сложнее и сложнее, люди не хотят. И, ну, большинство компаний сейчас задумываются, а действительно, в чем смысл? Потому что если не будет смысла, компания будет нежизнеспособна. Но, мне кажется, не только компаний, но и огромное количество просто отдельно взятых людей, особенно в больших городах, начинают задуматься о том, в чем смысл, куда я бегу, почему я трачу столько времени на все вокруг, но при этом я недоволен своей жизнью, мне не хватает денег и времени на семью там и близких. И вот, и почему я столько лет пашу и уперся головой в потолок, и куда мне двигаться дальше? Вот человек с таким мироощущением приходит в ток-клаб? Ему есть там чем заняться? Да, конечно, конечно. И как раз, ну, опять же, если в 10-м году, мой прогноз был, что, ну, прям все сразу прибегут, особенно люди моего поколения, то есть мои однокашники, друзья, это люди, добившись вот этого социального успеха, и давно, они давно богатые люди очень. И я думала, что вот сейчас вот оно случится. Оно вот тогда не случилось, а вот сейчас действительно, и очень многие из моих друзей абсолютно переосмысливают свои бизнесы, меняют подходы, создают фонды, филантропические центры. Заполняют экзистенциальный вакуум. Да, то есть они чувствуют, что сейчас как бы другое время, и сейчас именно их миссия в том, чтобы поправить то, что было нарушено, вот тот баланс, который сместился в сторону денег, и, в принципе, отсутствие души, да, мы стали думать, мы все время стремимся принимать рациональные решения, то есть интуиция, любовь, это какие-то, ну, такие, ну, розовые, ну, если можно сказать, сопли, да, и когда человек начинает говорить про душу, про любовь, про духовность, ну, на него так странно поглядывает, ну, чудак. Вот сегодня все кардинально меняется, потому что на самом деле люди хотят свободы, они хотят независимости, они хотят любви, они хотят дружбы, все, вот кого спрашиваешь, все. И когда человек задумывается, что вообще-то это нельзя потрогать, это не существует вот в каких-то конкретных материальных вещах, что просто так нас аккуратненько перенаправили, что нам кажется, что за счет, там, новых туфель или новой машины произойдет вот это вот эмоциональное, да, насыщение. Ну, какое-то время, когда их совсем не было, а потом там вот они появились, конечно, это было. Но у этого есть сильные пределы, и дальше мы возвращаемся опять к душе, к духовным ценностям, к семейным ценностям, без которых вообще невозможно воспитание здоровых людей. А вот очень интересно, посредством каких, собственно, инструментов происходит поиск этих новых смыслов? Это работа психологическая или стратегическая, или тут есть какие-то, я не знаю, там, какие-то, ну, бизнес-схемы, по которым, наверное, бизнес-схемы по пути к душе нету, но, может быть, я не знаю, ну, я не знаю, какая-нибудь тайминг, логистика, мало ли что. Чем вы пользуетесь, как вы, ну, помогаете людям? Ну, изначально, как это и в Толк-клубе началось, это и называлось такой кейс-клуб, и задача была как раз поговорить, какие темы, да, что интересно, какие проекты вообще будут востребованы, что такое менять мир к лучшему, а где вот этот баланс между моей социальной активностью и моей финансовой самодостаточностью, потому что так или иначе в головах всё равно это, если я делаю, занимаюсь социальными проектами, значит, денег там нет, да, или тогда я, и часто эти люди пытаются апеллировать государству, говорят, что дайте нам денег, вот мы сейчас будем хорошими полезными вещами занимаемся, это неправильно, то есть если я делаю что-то полезное и нужное, то мир должен отвечать мне взаимностью, это могут быть как финансы, то есть финансы — это один из ресурсов, который помогает системе двигаться, один из и далеко не первые и важные. Более того, кроме денег, огромное количество других ресурсов, то есть объединяясь, мы можем обмениваться компетенциями, опытом, знаниями, тем самым экономя на позициях персонала, да, когда ты нанимаешь человека на что-то и платишь ему деньги, а можно вот собраться вместе и помочь друг другу в чём-то, и всё, да, то есть мы большое количество ресурсов, которые нас окружают, просто не замечаем, и я думаю, что именно в сотрудничестве огромная ресурсная сила. Мы пока в режиме конкуренции, мы все конкурируем, каждый пытается сам за себя, и, ну, эта модель, она реализовывалась 10 лет назад, сейчас скорость такова, что никто, по сути, не успевает, все проигрыши, то есть конкуренция сейчас — это проигрышная история. А вот сотрудничеству нам надо учиться, да, то есть когда мы на бытовых примерах начинаем друг другу доверять, помогать, это пока непросто, потому что, ну, кто первый взял, тот и молодец. Ну, то есть вот как бы... Ну, просто очень интересно, что, вот, я не знаю, может быть, ну, не вот не в этом году, но ещё пару лет назад все, огромное количество моих знакомых были буквально одержимы тренингами личного роста по системе LifeSpring. Очень многие люди попали в эту историю, очень многие люди... Пострадали от этой истории. Пострадали конкретно, ну, кто-то и стрельнул, кто-то и что-то построил, наверное, я не знаю, но просто бывали... Я слышала истории, как люди там в провинции продавали квартиру, и на эти деньги последние приезжали менять целиком полностью свою жизнь, их подвергали каким-то, ну, как подопытных мышей, серьёзным психологическим испытаниям, вот. И в итоге я не знаю, что с ними дальше осталось, потому что, ну, как я понимаю, это какая-то очень искусственная история. Берут человека, пришивают ему третью руку, ну, грубо говоря, образно, и говорят, вот с помощью этой третьей руки твоя жизнь полностью целиком поменяется, а пришлась рука или нет, вообще удобно ему с ней. И как-то получается у него её пользоваться, это уже никого не волнует. Вот о личностном росте очень хочется поговорить, но сейчас будут новости. У нас в гостях психолог и ток-мастер Кристина Белович. Сегодня с нами в доле психолог, основатель и руководитель проекта Ток-клаб, Ток-мастер Кристина Белович. И вот очень такой действительно тонкий момент. Мы наелись уже машинами, сумками и прочим-прочим-прочим, ну, разумеется, у нас у всех есть материальные какие-то мечты, потребности и так далее, но действительно нам этого мало, нам хочется быть личностями. Огромное количество людей прибегает вот к помощи каких-то таких организаций, грубо говоря, которые дают очень быстрые ответы. Я знаю как, я тебя за две, за два уикенда, значит, я знаю, я тебя научу как. И с одной стороны, вроде бы здравый смысл говорит, что это невозможно, но с другой стороны, огромное количество людей платят последние деньги и на это идут. Вот как вообще различить, куда есть смысл идти, где тебя могут действительно чему-то научить? Или вообще так не бывает, чтобы ты пришёл на какие-то курсы, и там тебя научили, как изменить свою жизнь? Ну, вообще, конечно, желание, чтобы у меня всё было, а мне за это ничего не было, оно, конечно... Чревато. Да, оно чревато, да, и соблазн такой присутствует у каждого человека. Все наши внутренние знания личные, они у нас. У нас своя жизнь, своя судьба, и распознать вот это, это наш труд. Безусловно, очень полезно встречаться с людьми, общаться, разговаривать и искать то, что тебе откликается, то, что нужно именно тебе. Как говорил один мой учитель, там, этот оттенок истины не находит отклика в моей душе. Но здесь вот то, о чём же мы опять говорили. Когда идёт подмена, вот эта вот ложная цель. Ну, зачем быть миллионером? То есть, на это... Ведь миллионер — это какое-то следствие там масштаба задач, уровня ответственности. Твоих способностей, в первую очередь. Твоих способностей, твоей реализации, да, в каком-то материальном плане. Когда мы говорим «быстро», я хочу получить что-то быстро, да, но нет... Ну, может быть, вы поправились, но, скорее всего, нет счастливых историй людей, которые выиграли большие деньги в лотерею. Там есть целая статистика, да, что происходило с людьми, когда они вдруг мгновенно богатели. Там, как правило, всё очень трагично, да, по ту сторону экрана. Поэтому, когда я хочу что-то быстрое и часто чужое, да, вот эта вот зависть, и опять же, вот эти глянцевые журналы, показывая нарядных женщин, хорошо одетых мужчин. И я думаю, ну, а я чего, я неудачник, что ли, да, почему, я хуже, что ли, да? Да, я неудачник, я не могу, меня тошнит от этих журналов, потому что каждый раз, когда я их открываю, я чувствую себя ничтожеством. Я понимаю, что я никогда не буду не так выглядеть, не носить эти бриллианты, не жить с этим красивым мужчиной и так далее. Да, вот эта вот погоня за формой, да, то есть вообще неважно, что там внутри. И мы знаем, мы знаем людей, которые за этой формой очень трагические истории, и личные, и потом детские, и счастья-то, и любви, но редко, да, вот какой-то встретить сейчас пару, например, да, счастливых мужа и жену, да, не просто. Это, как правило, много разных таких бизнес, да, образований, когда он муж, она жена, у них есть обязанности, и они работают на эту форму, на этот фасад, вот это красивый дом, вот это собаки, тут нарядные дети, которые тоже собственность, да, вот это отношение к ребёнку как к своей собственности. Атрибуты. Атрибуты, да. Успешной картинки. Да, да, да. И вот это, она может быть, действительно, когда содержание наполнено, может быть и такая картинка, и в самой картинке нет ничего плохого. Картинка становится тяжёлой, когда в ней, за ней нету, нет души, нет любви, нет энергии. То есть, по сути, сейчас мы должны вот от, ну, подойти к себе сначала с точки зрения, что тут, что такое я, да, и потом, что такое любовь вообще, что такое любовь к жизни, любовь к детям, любовь к людям, да, вот я люблю людей. Мы выходим на улицы Москвы и думаем, ну нет, я не люблю людей. Да, и вот, опять же, не полюбив самих себя таким, не то, что такими, а с тем уникальным даром, которые, это какие-то, знаете, вот я, Капитан, очевидно, сейчас что-то говорю, но вот, ну не работает, да, погоня, зависть, да, когда мы хотим чего-то, чего нет у нас, мы завидуем этому человеку, более того, мы отдаём энергию этим людям. И, кстати, когда мы читаем глянцевые журналы, и там какие-нибудь артисты, известные на фоне, там, всё прекрасные такие свадьбы, и мы завидуем им, и мы отдаём им свою энергию. То есть, то, что должно работать на нас, работает на их благополучной сценарии. 65 10 99 и 6, наш московский телефон. Если у вас возникнут вопросы Кристине, или заглядывайте на финам.фм, на страничку программы вдоль, или, мне кажется, то, о чём мы говорим, касается всех и каждого. Вот вы сказали очень крутую вещь, которую я тоже как-то интуитивно для себя в какой-то момент обозначила, ну и как-то определила, что на самом деле каждый человек уникален по-своему, и каждый человек приходит в этот мир с уникальным набором возможностей и качеств, которые он может реализовать. Почему у нас не получается это сделать? И действительно, как найти вот это своё предназначение, что ли, да? Не то, что тебе там на тренингах LifeSpring рекомендуют или глянцевые журналы, чем ломают твою психику, и окончательно закрывают тебе путь к себе, да? А вот как действительно, я подозреваю, что во мне есть какие-то уникальные способности и таланты. Я, может быть, даже неплохо зарабатываю. И вполне возможно, я имею хорошую работу, стабильную жизнь какую-то, но мне тошно в ней почему-то, наверное, потому что я какой-то в себе вот этот росточек, который должен пробиться, я его не поливаю, не удобряю и не даю ему возможности возрасти. Да. И вот это совершенно верно замечено. Мы всегда знаем, то есть мешает нам страх. Страх оказаться не таким, страх оказаться не у дел, страх быть не понятым. Это такие нормальные человеческие страхи. Их нужно... Мы все этого боимся. Нет такого вот «я этого не боюсь», вот все боятся. Но просто есть люди, которым хватает мужества идти в сторону своего страха, да? И прорабатывать его, и быть именно таким, каким он есть, как он себя чувствует. Вопреки родителям, окружениям, вообще общественному мнению. Чаще, конечно, он останавливает и вынуждает. Моя дочь хотела стать актрисой, но вот успешной актрисой, наверное, быть сложно. Гораздо правильнее стать юристом. И вот количество юристов и экономистов, которые должны были стать художниками, актерами, путешественниками, я не знаю, любые профессии, географами, физиками, химиками, да? У нас же вообще сейчас с наукой просто беда бедой. Ну, там, денег не платят, что-то, зачем я буду науку заниматься? И вот несчастных людей, то есть вот эти 20 лет, они, конечно, создали целую коалицию, огромное количество потерявших себя несчастных людей. Ну, потому что, ну, если я не пойду в институт, что будет с мамой? Я же не могу, чтобы мама себя плохо чувствовала. Поэтому я должен идти и 5 лет жизни потратить вообще, наверное, чтобы мама была спокойна. Чтобы мама была спокойна. И вот это вот огромная часть мотивации поступков и принятия решений большинства людей. У нас на связи Александр. Здравствуйте. Алло, алло. Да, слушаем вас. Добрый день. Вы довольны собой, Александр? Ну, я, во всяком случае, знаю себя. Он прекрасен. Вот. А вы знаете, вот мне, в принципе, вот я слушаю много слов никакой конкретики. Мне кажется, что, значит, ваши гости, извините, пожалуйста, я, к сожалению, тут... Кристина. Кристина, да. Кристина, вот, добрый день, Александр. Добрый день. Вы действуете сейчас как некий маркетолог, вот тот же самый, только немного на другом уровне, на самом деле. Вот. Дело в том, что вы пытаетесь, ну, скажем, грубо впарить вот этот, значит, вариант. Кристина, но при этом, извините, да, но при этом все-таки держите людей далеко от истины, вот. А истина, она заложена в физиологии, на самом-то деле, вот. И психология, это, в принципе, ну, вариант запудривания мозгов для того, чтобы получить дешево. А что такое физиология, что вы имеете в виду, истина в физиологии? Ну, вот смотрите, вот как бы, если верить в теорию эволюции, то люди произошли от обезьяна. Вот. А обезьяна это что? Это, значит, такой живой объект, который живет. Естественными потребностями. А если мы верим в то, что люди произошли от Адама и Евы и созданы Богом? Ну, тогда мы просто немного, так сказать, не это самое, не образованы. Тогда вот так вот. Вот, видите, как вы. Сразу ерунду. А если принимаем вот этот постулат, да, что мы, собственно говоря, вышли из садных обезьян, вот. Да, вот вы знаете, вот спасибо вам большое. И когда вот мы разговариваем про смысл, я задаю этот вопрос. Вот вы в какой системе мировоззрения живете? Часть людей живет в материальном мире и думает, что мы единожды приходим в этот мир и обращаемся в ничто. Да, это какой-то вот один акт рождения. И произошли от обезьян. Кто-то считает, что есть Бог, кто-то считает, что есть какие-то космические высшие цивилизации, которые... То есть количество мировоззрений на эту тему огромное. Можно выбрать любую. От этого будут зависеть и ваши поступки, и ваше принятие решения. Это очень важно для себя найти смысл того, где вы живете. То есть если мы стуты верим в Бога, а вы в теорию Дарвина, то вряд ли у нас окажутся какие-то общие точки пересечения, потому что картина мира, она просто... Не то, что кто-то там... Нет, но с другой стороны, даже исходя из теории Дарвина, когда человек насытился и утеплил свою пещеру, у него возникает культурный голод. Дальше зачем заниматься? Скучно же, да? Да, да. То есть этот экзистенциальный вакуум никто не отменял. Все равно у вас возникнут какие-то другие потребности эстетические, этические, я не знаю. У кого-то да, у кого-то возникло, у кого-то нет. Ну то есть никто не знает, почему. Почему? Да, вы сказали о том, что огромное количество неудовлетворенных своей жизнью людей, которые в угоду родителям или каким-то условиям... Сделали все правильно. Сделали все правильно и оказались на обочине своей собственной судьбы. А как же... Ну, а с другой стороны, в 18 лет, особенно мальчики, они вообще не знают, что они хотят. Вот я смотрю на своего мужа, я смотрю на своего сына, которому 8 лет, и на свою дочь, которой 3. Она в 3 года гораздо более уже сложившаяся личность, выраженная, там, демонстрирующая какие-то определенные наклонности, которые можно развивать, чем мой 8,5-летний мальчик, который прекрасен, но совершенно не конкретно прекрасен. Он просто прекрасен сам по себе. Ну вот, мне непонятно, драм-кружок или кружок по фото, или там, что дальше, понимаете? И приходится как-то помогать человеку определиться, а потом вдруг оказывается, что ты ему жизнь сломал. Вполне возможно. Как же? Вполне возможно, да. Все, ну, как бы, опять же, капитан очевидность, все люди разные, они приходят в мир уже совершенно другими, да, когда есть двое детей, то в этом смысле чувство вины на тему, что ты как-то очень сильно повлиял, да, от твоих неправильных действий или там правильных действий что-то случилось. Потому что дети растут приблизительно в одних и тех же условиях, они совершенно разные. Да, ну просто согласитесь, что, ну, 80% людей, я, например, с 12 лет знала, что я буду журналистом, и я к этому шла. Хотя тоже меня судьба немножко так закинула в несколько иную профессию в итоге. Но 80% людей к тому моменту, когда они заканчивают школу, они не знают, что они хотят. Не знают. И более того, в нашей системе образования, творчества и эксперимент надо экспериментировать, надо искать. А наша система устроена по принципу правильных и неправильных ответов. То есть человек должен на вопросы выучить правильные ответы и потом бодренько их где-то выдать. Совершенно не так. То есть вот этот поиск у нас в системе образования не заложен, и ошибка — это плохо. То есть это не просто какая-то обратная связь к себе, поиск причин, следственной связи. И что вот поиск себя, когда ты не знаешь, что конкретно, это тоже плохо. Это прекрасное состояние, да. И вот экспериментировать, искать, понять, что ты не туда пришел, пойти в другую сторону. Вот этому. Не то, что учиться этому не надо, это надо делать. Надо позволять себе экспериментировать, выходить за рамки, делать что-то, чего ты не делал никогда. Из каких-то жестких собственных установил. Это так или никак иначе. А вдруг это как-то по-другому? А давайте подумаем. А давайте поиграем в эту тему. Кстати, мы очень много играем в Толклобе именно через игры, и мы находим эти ответы. Потому что на самом деле сейчас много вопросов. А вот когда мне спрашивают, а как ты думаешь? Я говорю, ребята, я не знаю. Мы сейчас вот это делаем для того, чтобы понять на самом деле, а как это работает потом. И работает ли это вообще? У вас, ну, в вашей истории в интернете есть пять маст, которые должны знать начинающие, делать только то, что совпадает с внутренними ценностями, работать с людьми, которые вам нравятся, смеяться, радоваться своим ошибкам и между встречей с инвестором и свиданием выбирать свидание. Обсудим это после новостей на финале. Оставайтесь в доле. С нами психолог, основатель и руководитель проекта Токлоб, Токмастер Кристина Белович. Вообще уже я в процессе общения и в, что называется, в кадре и за кадром поняла, что я ваш клиент. Здорово. Крижа смысла, мне кажется, да, это мой диагноз, но я уверена, что многие слушатели сейчас тоже что-то для себя похожее находят в нашем общении. 65 10 99 6 наш московский телефон. Если есть желание, звоните. Финам.фм наш сайт. Заходите на страничку программы вдоль. Вот, ну, понятно, что хорошее настроение – залог успеха, и что ошибки – это обратная сторона тоже успеха, и на них мы учимся, и это здорово. Объясните тогда, ну, и что с внутренними ценностями всё должно совпадать. Это тоже правда. Совесть никто не отменял, она всё равно мешает, если что. Да, 100%. Вот два пункта, которые меня, например, лично удивляют и вызывают у меня вопросы, как? А как можно это, например, между встречей с потенциальным инвестором и свиданием всегда выбирать свидание. Как же так? Ну, потому что, ну, это на самом деле такая метафора, да. Отношения важнее работы? Отношения важнее работы, это совершенно точно. Конечно, вопрос именно приоритетов. В приоритете должны быть наши потребности, потому что, ну, я девушка, и, соответственно, про свидание, наверное, это больше какая-то женская тема, я тут мужчину не стала говорить, но девушке всегда больше хочется на свидание, чем встречаться с инвестором. И пока там есть что-то живое, потом постепенно, когда она пересиливает себя, всё встречается с инвестором, ещё раз с инвестором, потом в её жизни уже не возникает никаких свиданий. Понятно. И, конечно, самое сложное, это работать с людьми, которые тебе нравятся, особенно если у тебя, если ты наёмный рабочий, ну, работник, и если ты не создаёшь собственное дело, ты не начальник HR, и не ты нанимаешь идеи на работу, ну, как правило, и коллеги, и начальники у нас могут быть достаточно неприятными людьми. Вы знаете, я два раза работала как наёмный человек, и оба раза в финансовых институтах, считается, что там больше неприятных людей, чем приятных. Один раз это была компания «Тройка Диалог», инвестиционный банк, потрясающий совершенно, в то время это вообще была феерическая песня, и мы до сих пор дружим с этими людьми. А второй раз это был банк «Держава», я проработала там около 4-5 лет, и для меня это тоже такие люди, с которыми, они не то чтобы мне нравились, да, эти люди, которые очень многому меня научили, и это люди, которые меня очень обогатили сильно, да, и я с огромным удовольствием, там, и любовью вспоминаю те периоды, да, когда я работала в больших коллективах, при том, что я по натуре предприниматель, и для меня, в общем, работать по найму... То есть, где нужен человек с предпринимательским складом, тогда я могу быть востребована, а, как правило, в компаниях это редкая потребность. А вы занимались HR-ом там? В «Тройке» я занималась именно консалтингом, все, что касается внутренних коммуникаций, то есть всю свою жизнь я так или иначе занимаюсь коммуникациями, внешними, внутренними, настройкой, то есть с тем мировоззрением, потому что вначале у меня было мировоззрение исключительно финансовое, что больше денег, цель оправдывает средства, семья — это бизнес, любви нет, ну, то есть вот какие-то такие, да, и вот в процессе, там, собственно, восстановления я меняла свое мировоззрение, от этого моя жизнь действительно очень сильно и качественно улучшалась. А в державе я работала как финансиста, работала с финансами, работала с клиентами, и вот кроме каких-то вот теплых чувств, ну, это были мои люди, да, и поэтому я там работала. А, простите, а МБИ вы получили именно в области финансов? В области маркетинга, как заметил правильно Александр, да, да, то есть он, конечно, прав, да, то есть что такое там маркетинг, там, управление определенными посылами, там, сознанием, но здесь мы говорим о том, о поиске смысла каждого, да, не общего смысла, не существует общего смысла, и то, что мы сказали, да, этот оттенок истины не находит отклика в моей душе, значит, это не мое. Научиться понимать именно свой смысл, не то, что придет опять какая-нибудь идеологическая структура, да, и создаст нам эти смыслы, как в пионерском детстве, ведь там тоже было много вопросов, да, и мы тоже плохо себя чувствовали, почему мы так с таким удовольствием отказались от той системы, потому что вообще понятие себя самого там не существовало, личности отсутствовало. И мы перешли опять к обратной истории, когда личность это все, да, то есть вот нужно найти середину, и когда люди объединяются по смыслам, то есть если мы говорим, и у нас клик возникает, мы на одном языке говорим, значит, у нас общие ценности, общие смыслы, и, скорее всего, мы будем вместе работать, нам будет нравиться. Один-кар раз. Да, а если они не совпадают, эти смыслы, там будет не то, что я противный или кто-то, или там кто-то противный, или нехороший, или неприятный, а просто вот нет этого клика, и ничего не будет происходить. Ну, а как, если у тебя босс, я не знаю, там, псих и хам? Нет, с психами и хамами работать не надо, однозначно, это, ну, это как бы насилие над самим собой, нужно работать со взрослыми людьми, с интересными, с творческими, в созидательных бизнесах, и искать бизнесы, у которых есть видение, которые думают действительно о качестве того, что они делают. А сейчас таких бизнесов становится все больше и больше, потому что именно они жизнеспособны. Бизнесы, которые воспринимают себя как машинку по выкачиванию денег из пространства, они умрут, совершенно точно. А в какой момент вы сами поняли для себя вот эти истины и, собственно, себя? И правда ли, что историю с ток-клабом вы увидели во сне? Правда, да, правда. Более того, она очень сложная, да, потому что я вторгаюсь как бы в некие социальные глобальные проблемы, и там, ну, много всякого разного на себя принимаю, но это совершенно точно моя внутренняя миссия. И когда я подумываю, а не нули его нафиг, потому что, ну, много с чем приходится сталкиваться, с огромными какими-то нашими сложностями социальными, вот с жадностью, с конкуренцией, с попытками там что-то у кого-то. А менталитет? Менталитет, опять же, да. И когда говоришь, ребята, ну, выгодно-выгодно объединяться, выгодно вместе что-то делать, и достаточно долго, да, иногда хочется сказать, ну, нафиг, у меня все в порядке, да, вот буду я, я в конце концов, я замужем, у меня двое детей, я прекрасно, я могу, я не знаю, с подружками обедать, заниматься фитнесом. Ходить на свидание с мужем? Ходить на свидание с мужем, и вот жизнь я спокойна, не имея ни этих проблем, ни каких-то вот, но я не могу, как только я начинаю об этом думать, у меня какой-то страх возникает того, что вот это вот страшное предательство, и все, и вот каждое утро, и раз, 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 и это то, что действительно дает мне энергию, и преодолевать проблемы, и трудности, и терпеть какие-то, не то, что не терпеть, а с терпением относиться к каким-то длинным промежуткам неопределенности, и там, что получится, станем ли мы действительно не финансово успешными, да, а вот действительно востребованы так, как мы видим, как должны быть востребованы. Ну, а как вы должны быть востребованы? То есть у меня такое ощущение, что вы вообще, что у вас есть такая очень амбициозная цель, чуть ли не изменить общественное мнение в отношении некоторых вещей. Ну, менять общественное мнение, неблагодарное, да, занятие, нет. Повернуть его в сторону других ценностей, как минимум. Грубо говоря, я нашла эффективный способ созидательной жизни, приятный, очень интересный, такой вот творческий, когда независимо от того, что происходит, да, ты внутри себя чувствуешь хорошо. Я совершенно точно знаю, что многие люди так хотят, и мне очень хочется этим поделиться. Вот, ну, не знаю почему, вот это абсолютно иррациональная, да, история. И знаю, что если вот человек поменяет вот своё мнение и будет жить иначе, он, скорее всего, будет счастлив. Причём поменяет мнение не на моё, то есть вот здесь я хочу очень подчеркнуть, а на своё, когда он идёт от общественного вот этого паттерна, вот этого общего принятого поведения, да, когда, по большому счёту, многие люди, ну, просто одинаково себя ведут, одинаковые вещи говорят. Ну, такой день сурка, да, в глобальном формате. И станет интересно. Мне очень хочется, чтобы были безопасные улицы, чтобы были яркие, красивые пространства, типа парка Горького, да, но не маленькая локальная история, чтобы люди приходили в библиотеки, как в своё время мы туда приходили и зачитывались книгами, чтобы они играли, общались и были настроены на какую-то вот, ну, чтобы мы детей могли выпустить на улицу, да, совершенно спокойно. Вот такие-таки простые вещи. Ничего себе простые вещи. Детей выпустить на улицу спокойно в Москве. Это моя боль, например. Да. Так что я выросла как раз в таком месте, где тебе вешали в 7 лет ключ на шее, и чем ты занимаешься, ты могла только вечером родителям рассказать. Тебе доверяли родители, и ты доверяла миру, и всем было безопасно, хорошо и весело. И мы играли. Ну, неужели вы думаете, что это можно вернуть в мегаполисах? Ну, не знаю, можно или не можно, но вот почему-то мне хочется туда двигаться и работать с этим. То есть я буду с этим работать. А уж что там будет, там, как бог даст, как говорится. Но я оптимистка законченная совершенно. Ну, бывают же у вас моменты сомнений, я там не знаю, какого-то умнения. А как вы с ним справляетесь? Ну, не то что сомнения, я бы сказала, что сомнения, они слабости. Когда я думаю, что я больше не выдержу, когда какое-нибудь очередное предательство или какая-нибудь подстава там, или еще что-то, да, когда люди, которым доверяешься, ну, в которых вкладываешься, ну, какие-то такие действия обычно бытовые совершают, ну, конечно, возникает и горечь, и думаешь, ну, действительно, буду я сама на себя работать. Я вот качественный, на самом деле, профессионал, особенно в банковской сфере, мне есть и быстро поменять на деньги, не вкладываться там время своими деньгами, да, усилиями. Бывает, вот такой вот червь вточит, но я просто все вот эти решения приняла вот в 2000-х годах, когда уходила из того этого сценария спокойного, благополучного, и мне легко, то есть я его отпустила, поэтому сейчас в нем мне не нужно внутри, я как бы за рамками этого. Поэтому у меня были, ну, тяжелые периоды в жизни, я их не боюсь. Вот в этом легко и тяжелые финансовые, и тяжелые морально. И вот когда уже это прошло, вот это не страшно. А если есть вот то, что внутри, вот эта ценность, которая тебя мотивирует двигаться, изучать, работать с людьми, находить этих людей, то это просто минутная слабость, и все. Это очень интересно, опять же, потому что одно дело, ты не боишься, когда ты один. Нет. А когда у тебя есть дети, то ты боишься за детей. И ты работаешь с неприятными тебе людьми, и, может быть, ходишь на не очень любимую работу, потому что если бы ты был один, ты бы плюнул на всех, уехал в Гуа, и там, я не знаю, выращивал бы там, что там выращивают. Ну, в Гуа можно уехать вместе с детьми, так многие делают на самом деле. Мы боимся не сколько за детей, сколько, опять же, за их благополучные сценарии. Вот это вот принятие любой жизнью, и ребенок должен делить те же сложности, это те же самые страхи, что вот я из-за детей. И я это тоже проходила, потому что когда как раз у меня случился этот кризис смысла, моей дочери было два года, она была совсем маленькая, я привыкла жить на широкую ногу, могу сказать, и мне было очень тяжело. И вот случилась в моей жизни любовь, да, и моментально у меня появился вот сын, да, и вот они маленькие были, я была абсолютно одна, и как-то вот, ну, какая-то вот эта энергия, там, любви, понимание, что я освободилась, и что я на своем пути, она спокойно дала возможности пройти все эти трудности, как-то они не очень, я иногда думаю, о, как я справилась, а они как-то не очень, ну, и мешали, поэтому вот это опять же страх и благополучный сценарий, если я говорю, ой, нет, я не могу, у меня мама, у меня кредит, там, у меня дети, там, трам-пам-пам, это просто, просто страх. Спасибо огромное, Гристина Белович, что Клаб сегодня была с нами в доле, и я очень надеюсь, что мы вдохновили вас этим разговором. Спасибо вам огромное.